Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Парли Пеменон, книги летописей, и мы будем читать 14 главу этой книги. И послал хирам царь Тирский к Давиду послов и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля. Тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме и родил Давид еще сыновей и дочерей. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме. Самус, Сував, Нафан, Соломон, Евеар, Елисуа, Элфалет, Ногах, Нафек, Иавия, И, Элисама, Веэ, Лиада и Элифалев. Итак, здесь мы видим, что после того, как Давид воцарился в Иерусалиме, то слава о нем распространилась и среди соседних народов. И царь Тирский Хирам, он посылает послов к Давиду, но не с пустыми руками, с кедровым деревом, каменщиков, плотников, чтобы они построили дом царю Израильскому. Надо сказать, что то, что царствование Давида начинается с построения дома для царя, это было неправильное решение Давида. А может быть, как раз подсказанное вот этим языческим царем Хирамом. Потому что позже пророк Божий Нафан будет обличать его в том, что ты построил себе дом, а дом Божий не построен. Для Ковчега Завета нету дома, а для тебя дом есть. Как наши предки говорили, без Бога не до порога. И может быть, это еще одна из причин, почему Бог не разрешит Давиду потом построить храм. Потому что его первые заботы были связаны с построением собственного дома. Ну а другая причина, почему Господь не позволил ему построить храм, это то, что он вел много войн, хотя они в Библии называются воины Господни. Но так как он в любом случае проливал человеческую кровь, то Господь ему сказал, что мирный человек построит храм, не ты. Мирный — это как раз Соломон, по-еврейски шломо. Это имя так и переводится «мирный». От слова «шалом» — мир. Здесь мы видим, что он берет себе еще жен в Иерусалиме. И какие сыновья рождаются от этих жен. Далее, с 8 по 17 стих рассказывается о том, как Давид одерживает победу над филистимлянами. И филистимляне — это такие вечные враги еврейского народа. Начиная с книг судей, мы уже видим их противостояние Божьему народу. И они очень активно сопротивлялись Давиду. И он достаточно давно вступил в сражение с ними, еще когда был юноша, и выступил на единоборство с Голиафом. Хотя предание говорит, что Голиаф был мавитянин, а он просто присоединился к филистимлянам, поэтому он может называться филистимлянином, в том смысле, что он принадлежал к их армии. А по древнему преданию он даже дальний родственник царя Давида. Как известно, что у Давида была прабабка Руфь, мавитянка, и у этой Руфи была сестра Орфа, это имя означает «затылок», которая покинула общину верующих, как бы отреклась от единобожия, и от нее как раз и родилось это чудовище Голиаф. А Руфь стала прабабкой царя Давида. И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем, и поднялись все филистимляне искать Давида, то есть недавно царь Саул искал Давида, а тут все филистимляне. И услышал Давид об этом и пошел против них. А как это связано? Услышали филистимляне, что помазан Давид, и стали его искать. Скорее всего, они понимают, что помазание — это не просто так. Даже эти язычники-филистимляне, что если Давид просто объявляет себя царем, мало кто себя царем объявляет. А когда весь народ собирается на его помазание, Давид действительно становится таким символом общенационального, духовного, религиозного и военного единства. И филистимляне начинают искать Давида, чтобы погубить его. И услышал Давид об этом и пошел против них. То есть он хочет нанести такой примитивный удар. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов, имеется в виду долина Великанов, и попросил Давида Бога, говоря, идти ли мне против филистимлян и предаешь ли их в руки мои. Он вопрошает именно Бога. Здесь не сказано, что он вопрошает Господа, потому что слово «бог» по-еврейски «элогим» означает правосудность. Он как бы становится на суд перед Богом и говорит, рассуди, вот я могу одержать победу или я не могу одержать победу. Рассуди между мной и филистимлянами, а может быть, ты им дашь победу. И предашь ли их в руки мои, он хочет как бы понять. «И сказал ему Господь». Смотрите, здесь второе имя Божие, которое означает «милосердие». Он вопрошает Бога, то есть правосудного, а отвечает ему Господь, то есть милосердный. «Иди, и я предам их в руки твои». То есть это действие божественной милости по отношению к Давиду. «И пошли они в Аал-Перацим, и поразил их там Давид, и сказал Давид, сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды». Что это за образ, как прорыв воды? Если вода сдерживается какой-то дамбой, потом она начинает прорываться, то она может снести всю эту дамбу. Сначала маленький ручеек, потом резкий прорыв, и дамба как бы опрокинута. «Посему и дали имя месту тому Ваал-Перацим, и оставили там филистимляне богов своих, то есть они побросали своих истуканов, так они поспешно отступали, и повелел Давид, и сожжены они огнем». Скорее всего, это были какие-то деревянные, такие походные, легко переносимые изображения идолов. И пришли опять филистимляне, расположились по долине, то есть они хотят как бы попытаться еще раз опрокинуть Давида. И действия Давида такие же. И еще вопросил Давид Бога и сказал ему Бог, «Не ходи прямо на них, уклонись от них, иди к ним со стороны тутовых дерев». Это такая роща. Эти дерева очень близко как бы растут, одно дерево от другого. «И когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых дерев, то есть если одно там дерево начинает колыхаться, это в верхних кронах передается и другому, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог перед тобою, чтобы поразить стан филистимлян». То есть Господь ему подсказывает, в каком случае надо начинать бой. «И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразил стан филистимский от Гаваона до Газера, и пронеслось имя Давидова по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов». Страшным в том смысле, что страшен Бог, который поддерживает Давида, защищает его, страшен для язычников и идолопоклонников. И здесь для нас такой хороший урок перед двумя сражениями, которые как бы одно за другим, Давид обращается к Богу. И в каждом случае он получает какие-то ответы от Бога и одерживает одну за другой победы. Действительно, Бог не в силе, а в правде Бог поддерживает Давида как своего друга и как своего верного раба. Помяни Господи, царя Давида и всю кротость его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...